Евросоюз закрыл проекты по модернизации шести пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной. Деньги на них выделили еще в 2014, но до конца 2017-го ни на одном из объектов ремонт не был завершен. Что помешало и почему Брюссель решил отказаться от своей инициативы, расскажет Елена Абрамович. Украина не успевает осваивать выделенные деньги. Это замечание звучит то из уст евродепутатов, то еврочиновников еще с 2015-го. На фоне аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе, а также в свете подписания соглашения об ассоциации, Брюссель запустил множество проектов помощи Украине. Один из них – модернизация шести украинских КПП на восточной границе Евросоюза, чтобы процессы на таможне были более прозрачными. На это Брюссель выделил почти 30 миллионов евро. Но прошло больше трех лет и ни один объект не завершили. Поэтому ЕС решил свернуть программу и вернуть неиспользованные деньги. Причина – коррупция. Ряд задержек, ошибок, а местами и перерасход средств с участием местных чиновников и подрядчиков. В государственной фискальной службе журналистам все объяснили сменой персонала внутри организации и длительностью процедур оформления контрактов. Тем временем один из подрядчиков обвинил украинских и европейских чиновников, якобы те препятствовали завершению работ на двух КПП на румынской границе. Впрочем, отказались в Брюсселе не только от этой пограничной инициативы. Простить деньги из казны Евросоюза собиралась Польша на строительство забора на своей восточной границе с Украиной и Белоруссией. Барьер хотели возвести для защиты от миграции диких кабанов, которые могут распространять вирус африканской чумы. В Брюсселе идею назвали сомнительной, учитывая соотношение стоимости и пользы. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. В то же время Государственная фискальная служба на своей странице в Фейсбуке сообщила, информация о прекращении финансирования международных проектов на украинской границе некорректна. И в ГФС об этом ничего не знают. Продолжение следует...